Вечер добрый, дорогие друзья! Друзья, рад вас видеть. Я сейчас смотрю, что у нас тут, какие вопросы на этой неделе задали. Всех приветствую. Параллельно буду некоторые вопросы читать, сразу отвечать, которые более актуальны. Я, простите, я очень сильно задержался, как вы сейчас увидели только на стене. Я выложил на YouTube свой канал и здесь, сразу на всей соцсети, где я присутствую, выложил, со святым вечером Максим, выложил видеоролик, который смонтировал нашей воскресной школы. Буду рад, если вы посмотрите, одобрите его. О святых Петре и Февронии. Конечно, это первый, еще сыроватый, но уже определенный идет, надеюсь, рост. Мы используем уже всякие технологии, новые программы пытаюсь использовать. Ну, посмотрите. Вы главные судьи, вы будете оценивать, насколько это хорошо или плохо. О святых Петре и Февронии. Я надеюсь, что вы будете задавать свои вопросы. Достаточно много вопросов было. Сейчас еще в одну группу у меня пригласили в Батюшку онлайн, где также есть раздел, где отвечаю на вопросы. Вопросов очень много, достаточно, но, может быть, какие-то я из них выделю. Я сейчас, секундочку, посмотрю. Тут самые такие... Вообще, очень вопросов. В этой группе очень много вопросов. Я, может быть, даже... Сейчас вот скину ссылочку на нее, если получится. Я тут параллельно смотрю сразу, насколько это реально. Сейчас проверим. О, реально. Я сейчас и за компьютером, и с телефоном. Так. А является ли грехом действие по закону Российской Федерации из благословения? Просто боюсь за свой поступок, но он с благословения. Является ли грехом действие по закону из благословения? Если это по закону и по благословению, ну, почему бы и не сделать? Тут, конечно, надо, как всегда я говорю, рассматривать индивидуально. Здравствуйте. Индивидуально, ну, что это, зачем это? Потому что иногда некоторые лукавые действия мы воспринимаем как норму, как правильность. Ну, давайте сразу порассуждаем. Вот хотя бы взять эвтаназию. Кто... Надеюсь, что многие из вас знают, что такое эвтаназия. Эвтаназия – это когда родственники... Вроде бы, как бы, еще при жизни, когда в разуме был человек, он был не против этого. Но вот родственники его отключают от аппаратов искусственного жизнеобеспечения. И тем самым, чтобы якобы он не мучился, они лишают его жизни. То есть, облегчая его страдания. Тем самым, человек лишается вот этого окончательного претерпевания. Ведь не зря Господь сказал, претерпевший до конца спасется. Поэтому, ну, вот, вроде бы некоторые думают, что это хорошо, это помощь человеку. Но на самом деле, церковь считает, что это недопустимо. Почему? Потому что человек должен сам до конца понести свой крест. Одно дело – транспатология, когда человек с ценой порой своей жизни уже последней его воли был. А если, допустим, летально, я уже буду себя чувствовать, то там органы после его кончины кому-то пожертвовать, чтобы кому-то они жизнь спасли. А другое дело – когда это коммерческое использование, когда, давайте, скажем честно, иногда людей похищают и используют их на органы. За это миллионы получают. Вот это, конечно, недопустимо. Хотя, вот видите, человека с одной стороны, как мне недавно сказали, может быть, если один человек умрет, но другие выживут. Может, это тогда и хорошо, но не нам решать, лишать его жизни или нет. Вот, не наше прерогатива. Вот так вот. Ну, ссылку я вижу, я скинул, что теперь ее видно. Можно переходить. Так, следующий вопрос. Продаю долю в квартире. Доля моя, но помимо меня еще есть брат и мать. Архиепископ благословил. Меня кинули с женой из-за своей квартиры. До брака я, можно сказать, умирал. С голоду и всем. Сейчас, я там тут уже не вижу, я здесь прочитаю. Так. С голоду просто боюсь за свой поступок. Ну, я думаю, в этой ситуации нужно это обоюдно делать. Если у вас несколько человек там прописано, и многие имеют права на это. Если это обоюдно, то нужно продавать. Хотя, есть такие ситуации, когда нужно это продавать и без обоюдного согласия. Бывают такие примеры, что начинаются вплоть до каких-то покушений, чтобы убрать человека, который имеет долю какую-то. Поэтому, ну, разные ситуации. Ну, я думаю, владыка оценивает в полной мере, что у вас происходит. Отпределив, ответил письменно. Ну, я думаю, я надеюсь, что он, зная всю вашу ситуацию, и благословил на это. Я думаю, значит, так и будет. Дерзайте, милостью Божию, по благословению владыки. У меня есть дети. У меня трое детей, одна приемная и двое кровных. И, как ни странно, радостно, у моих двух девочек, старший и средний, сегодня в один день день рождения. Сегодня я дома приехал. Вот у меня доченька Анастасия. Небольшой праздник ей сделали. Ну, вот так вот у моих девочек сегодня день рождения, дорогих. Так, дальше, еще вопрос. Сейчас, сейчас, я чуть-чуть просмотрел. Говорят, девушки любят плохих парней, которые не уделяют и внимания, как парню по православному поступить в общении с девушкой. Максим, ну, плохие парни, они сегодня есть, завтра нету. Знаете, как есть такое выражение, гуляют с порочными, а женятся на чистых. Поэтому и в этой ситуации девочки плохими парнями общаются, потому что сила, какой-то авторитет. А все-таки замуж выходит за тех, которые их будут беречь, любить, не обижать, не оскорблять. Поэтому это все относительно. Ну, вообще, вот у нас с вами день Петра и Февронии был. И это такие выдающиеся святые, которым обращаются с молитвой, чтобы они уже и спросили у милостивого Бога своими молитвами для нас необходимого супруга, супругу, с которой мы по жизни будем в единомыслии и в единоверии. Это очень важно, потому что единомыслие и эмоциональность вот этот конфетобукетный период может пройти. А вот единоверие – это то, что может сохранить семью, умножить ее. Поэтому не отчаивайтесь, все будет хорошо. Просите Господа, Господь даст. Какую вы музыку любите? Я музыку могу разнообразно послушать. В большей степени люблю классику. Слушаю и попсовую музыку. Некоторые мне нравятся рэп. Даже я слышал православного батюшка рэп читает. Совершенно разно. Только тяжелый рок. Вот такие совсем, где рвут горло. Какую еще музыку люблю? Совершенно разно. Допустим, в спортзал, когда с молодежью хожу, с какой-то энергичной, включаем музыку. Так, следующий вопрос. Так, сейчас. Так, 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 так. Так, так, по закону все это было, говорят девушки, было. Какую музыку. Мне кажется, надо быть с тем, кто всегда рядом с тобой. И в комнаты уверен, что на все сто. А, кто уверен на все сто? Ну, да. Кто спасает твою жизнь, это настоящая любовь. Как ты видишь по человеку, тебе не все равно. Ну, вы знаете, я уже эту историю рассказывал, изумительная история, очень показательная. Это у моего знакомого батюшки в жизни такая ситуация была. Я, наверное, еще раз ее повторю для тех, кто ее не слышал. Очень показательная. Здравствуйте, Василий. Послушайте внимательно. Это очень интересная история. Я с ним учился в семинарии. Сегодня он священник. И вот такая ситуация у него произошла. Он с одной девушкой жил, встречался пять лет. Пять лет. Пять лет. Не один там, не год, а пять лет встречался. И что произошло? Где-то за месяц уже назначили свадьбу. Подходит уже, наверное, неделя, полторы где-то. И они приезжают к его родителям. У него родители очень такие нравственные, православные люди. И он просит ее, ну, чтобы не смущать родителей, давай мы в разных комнатах с тобой поживем. А распишемся уже. Это, естественно, мы семья. И вот он за неделю, у него такое смущение. И он начинает, непонятно откуда, он начинает молиться. Святым Петру и Февронии. Естественно, в первую очередь Господу, Божьей Матери. Не поймет, а что за смущение, переживания, какие-то мысли приходят. Может, и не она. И буквально вот за несколько дней, за три или четыре, я вот точно не могу, по-моему, за три дня, она вечером стучит со дверь, как он рассказывает, и говорит, я хочу с тобой поговорить. Она говорит, ну да, конечно, давай поговорим. И она ему говорит, что ты знаешь, если я тебе не признаюсь, не скажу, я не смогу дальше жить с тобой. Говорит, ну говори, конечно. И она говорит, все эти пять лет с тобой была, чтобы ближе быть к деньгам твоего отца и к нему в принципе. То есть пять лет признания в любви, какие-то интимные связи, все было. Но только буквально за несколько дней до свадьбы она призналась в этом. Понимаете? Поэтому иногда, смотря на человека, и прожив с ним даже не один год, оказывается, может быть и другая личина у него быть, и другая причина, почему он с тобой живет. Поэтому это очень неоднозначно. Но вот видите, благодаря молитвам, обращенной ко Господу, Господь вот так вот смягчил ее сердце, и она раскрылась. Да, свадьба не состоялась, они не вместе, он женился на другой. Но тем не менее, она своей жизнью живет, как и он. И, по крайней мере, совесть их чиста перед Богом. Это вот очень показательный пример. Батюшка, простите, пожалуйста, еще один вопрос. От меня девушка ушла к другому. Да и, слава Богу, ушла-ушла. Нужен бы бы, не ушла. Но она хочет со мной остаться в хороших отношениях, как мне поступить по православному. Общайтесь с ней. Относитесь к ней как к сестре. Нужно ей помочь? Помогите. Это добродетель. Но смотрите на нее уже, как на сестру во Христе. Мне часто говорят, вот, батюшка, я общался или общалась, спрашивают с человеком. Ну вот мы расстались, ну что дальше делать? Ну, Господь даже сказал, молитесь за врагов ваших. Это указывает на наше сердце, на нашу открытость, на нашу чистоту. Но если с этим человеком, а это и не враг, это человек, с которым ты был счастлив в какой-то мере, ну, почему бы с ним не общаться дальше? Ну вот, честно говоря, в повторные отношения я бы уже однозначно бы не поступал. Если один раз вот так вот разошлись, то из жалости или же из еще каких-то второстепенных причин опять сходиться, ну, не стоит. Я ни одного примера не знаю и не слышал, когда это потом было хорошо. Ну, не стоит экспериментировать. Это мое частное мнение, может быть, есть какие-то другие примеры, но однозначно лучшие я не знаю. К нам вот подсоединились дорогой Владимир, я вижу, это участник нашему молодежи православного центра «Уманский благовест», который помогает газету молодежи нашу выпускать. Вот, смотрю, вот тут еще, вот Ангелина подсоединилась. Ну, я надеюсь, вы еще свои вопросы зададите, а я, позвольте, несколько отвечу, которые, о, уже 16 минут. Ну, давайте еще я хотя бы один-два прочитаю, которые мне задали через группу «Батюшка онлайн». Секундочку. Так. Ну, вот тоже продолжение этой же темы «Любовь-морковь». Вопрос задали. «Что мне делать любовь свою не могу забыть старую?» Да вот еще раз повторюсь, забывать не надо. Не надо забывать. Господь не зря нам дает каких-то людей в течение нашей жизни, чтобы к чему-то мы научились, а порой каким-то переживанием мы еще приблизились к Богу. Вы знаете, вот мы часто идолизируем человека. Это наша проблема, что вот он самый лучший на свете. А есть изумительная такая пословица «Пока любишь, не видишь недостатков», а разлюбишь, не видишь достоинств. Поэтому вот идолизировать совсем не нужно, потому что если слово за слово обида какая-то, и ты думаешь «Да нет, она не такая» или «Ой, не такой», и здесь уже приходит разочарование. А идеал – это только Господь, и Он без греха. Человек может оступиться, а вот Господь – идеал. Поэтому забывать не нужно. Молиться и благодарить Господу, что дал этого человека в жизни, чему-то он благодаря Ему научился. Вообще есть изумительная притча, если позволите. Это вообще ко всему можно соотнести. Значит, художник плачет, сидит, нарисовал он картину, и заходит ученик и говорит «Отче, а чего ты плачешь?» «Отче, учитель, чего ты, говорит, плачешь?» Он говорит «Ты знаешь, я закончил рисовать свою картину». Он говорит «Так она идеальна, она самая лучшая, которую ты только когда-либо написал». Он говорит «Ну да, вот и я не вижу в ней недостатков». Он говорит «А раз я не вижу в ней недостатков, значит, мой талант увядает». Вот это ко всему можно. Если мы не видим, куда дальше стремиться, куда дальше развиваться, то вот это уже плохо. А стремиться всегда есть куда. Достигли одной цели, ставим другую, идем к другой цели. Главное всегда ее соотносить со своей совестью, с законом Божьим. А угодно ли это Богу? Нам много чего нужно, а Богу почти ничего не нужно. Ему нужна радость сердца и верность Ему. Когда у нас будет в сердце радость, верность Богу, тогда и вокруг нас будет все как от факела светиться. Но не по нашей гордыне, а по нашей любви. Так, ну и еще один вопрос. Вот интересный вопрос мне задали. Ну, вы потом почитайте, я ссылку дал. Посмотрите, много хороших, интересных вопросов здесь задавали. «Уважаемый отец Константин, подскажите, пожалуйста, молитву, которую можно читать о здравии животных. Спасибо Господи за ваши труды». Вот интересный вопрос. Можем ли мы вообще молиться о животных? Ведь мы где-то душою к ним прикипаем, мы любим животных, мы заботимся о них. Ну, всякая тварь дохвалит Господа, Господь сказал. Всякая. У меня в храме была собачка, ну, вообще, кошечка и собачка. Но вот у кота, вот здесь вот так вот усы были, черные, он весь белый, а здесь черные усы. Я его назвал Гитлер. А поскольку песик ласковый такой был, они постоянно другом были с этой собакой, я его назвал Капут. В общем, Гитлер Капут. Немножко такой православный юмор. И вот Капутик, когда звонили колокола, а это не только единичный случай, вообще это часто встречается. И в Краснодаре, когда я в семинарии учился тоже. Как только начинали в колокола звонить, то собаки начинали так вот подпевать, подвывая подпевать. Вот. То есть, вот вам еще подтверждение слов. Всякая тварь дохвалит Господа. Что такое тварь? Творение. Человек, то ли это животное. И у животных есть душа, но она неразумная. То есть, мы понимаем свои грехи, мы можем у них каяться через покаяние, соединяясь с Господом, мы приходим в Царство Небесное. А у животных нет греха, у них инстинкты, они за грехи свои не отвечают. Но что такое молитва? Молитва – это беседа с Богом. Не только с Богом, со святыми. И если нашу душу что-то беспокоит, мы можем обратиться, как своими словами, Господи, там, животное, которое Ты мне дал, служить мне, которое защищает меня, охраняет, то есть, ну, собаку в частности взять. И болеет. Вразуми меня, как помочь ей вылечить эту собаку и прови свое милосердие. Можно так. Есть святой Герасим Иорданский. Очень интересная история, как лев ему служил. Почитайте я просто, чтобы эфир сильно не затягивал, потому что это самый длинный эфир, который был. Я смотрю, уже 22 минуты у нас идет он. Вот святому Герасиму можно помолиться. А почему нет? Мы не молимся о их душе, потому что у них нет греха. А молимся о том, что Господь провел милосердие к ним. Ну и прочитаем здесь нашего текущего чата. Добрый вечер, батюшка, добрый. Является ли грехом большая разница в возрасте между возлюбленными? Ну, все очень относительно, конечно. И тут есть несколько частных мнений святых отцов. Некоторые говорят, что ни в коем случае не более 10 лет. Это уже какой-то такой папа с ребенком. Некоторые однозначно к этому плохо относятся. Ну, вообще нужно смотреть каждую ситуацию отдельно. Я вам пример один расскажу. Очень жизненный пример. Значит, мужчина женился. Ну, вот, что-то не сложилось у него с его женой. И он ушел к другой женщине, которая младше его ну, что-то до 20 лет, если я не ошибаюсь. Там точно не скажу, но до 20 лет. И вот возник когда вопрос, когда он более-менее стал воцерковляться, его стало это сильно гложить. Вроде с официальной женой он не разведен, а с этой уже живет около 13 лет. То есть 13 лет – это же срок. И вот хочет, что ему делать? То ли возвращаться к жене, то ли развестись уже и жениться на этой, и венчаться. То есть такая двоякая ситуация. Я стал советоваться с архиереями, с такими пожилыми батюшками. Стал читать там святых отцов, что они на эту тему говорят. Но в большей степени склоняется к тому, что он вернется к жене. Будут ли они вместе, будут ли они воцерковляться дальше вместе. Супруга говорит, да вот она относительно, скажем так, раз на Пасху приходит, я бы так сказал о таком человеке. Хотя бьет себя в грудь, но о православе, в принципе, ничего не знает. Вот. С этой женщиной, которой он сейчас, они вместе и по святым местам ездят, и причащаются. То есть духовная жизнь замечательна, можно сказать. Ну вот, сказать однозначно разводись. Ну что такое, давайте по-большому скажем, что такое гражданский брак узаконенный в ЗАГСе? Конечно, церковь уважает такой брак. Безусловно, это законный брак. Это не сожительство, но тем не менее, все равно узаконенный брак, это блуд, это жизнь в блуде. Почему? Потому что это не брак перед Богом. Это не благословленный брак. Это не венчанный брак. Поэтому все равно это является блудным сожительством. Поэтому, если он... Это мое частное мнение. Все-таки, основываясь на всех том, что я слышал, я бы, наверное, чтобы он больше развелся, и уже с этой женщиной, которая 13 лет живет, как с семьей живет, я думаю, уже чтобы он с ней венчался, и жили дальше в нем, что только венчанным перед Богом, благословим браком. Хотя, ну, у них большая разница. Потому что туда он вернется, там, может, он не будет уже воцерковляться, там уже нет по большому счету семьи. Человек не живет с женщиной 13 лет. Ну, о чем мы говорим? А здесь и жизнь, и любовь, и, в принципе, взаимопонимание, и воцерковление. Вот это вот конкретный пример. Поэтому тут я всегда говорю, надо рассматривать индивидуально каждую ситуацию. Ого! 27 минут. Вот у нас еще такого эфира не было. Есть ли вопросы еще? В основах православной концепции скажут, что церковь не считает законный брак законный брак блуд. Не считает или считает? Не совсем понял. Считает законный брак? Не считает. Ну, понимаете, двоякость ситуации. Но он благословленный Богом. В принципе, неблагословленный. Все, что вне церковного брака, в принципе, остается грехом. Я еще раз скажу, церковь уважает этот законный брак. Потому что он все-таки законный. Он перед государством законный. Церковь уважает закон. Церковь живет, в принципе, в законе. Как в божьем, так и в гражданском. Но без Бога брак, какой-то брак. Ну, это... Тут можно по-разному к этому относиться. Поэтому я считаю, что не венчанный брак, это все равно грех. А когда венчанный, это малая церковь. А малая церковь... Глава церкви кто? Господь. Без Бога церковь кто? Никто. Может ли быть церковь без Бога? Не может. Когда церковь без Бога, это космический мусор, который летает в космосе. Непонятно в космосе, куда он полетит, зачем он полетит, и что вообще от него дальше ждать. Так. В основу православных Кассе скажут, церковь не считает законный брак блудом. Ну, слава тебе, Господи. Грехлик гипноз. Ну, конечно. Конечно, это грех. Во-первых, это лишение свободы выбора человека, поскольку он уже себе не контролирует, он уже не может ответить благоразумно, он уже отвечает, что его принуждают, скажем так, подсознательно высказаться. поэтому тут однозначно ответ. Конечно, это грех. Для чего он делать? Если Господь что-то сокрыл, значит, ну, нужно было это сокрыть. И, понимаете, в состоянии гипноза я от одного профессора слышал, что можно вообще повредить мозг. человек может просто в коем-то мире сумасшедшим стать, сошедшим с ума, поэтому зачем подвергать опасности лишний раз. Вот так вот уважают таких людей, которые гипнозом занимаются, каких людей, или которые хорошие вопросы задают. Ну, вы поясните, а я сейчас конечно тут очень много интересных вопросов было, и о переживаниях, как вы, спаси Господи, благодарю за доброе слово. Ну, очень много вопросов, честно говоря. Я обещал в предыдущих эфирах снять видео о храме, в честь кого он освящен. Я сниму обязательно туда дальше. Ну, а пока мы будем с вами закругляться полчаса, это просто фантастика, у меня еще такого не было, как долго. Ну, и искренне вас благодарю за вопросы, которые вы задавали. Еще раз прошу прощения, что я задержался не в 9 часов, эфир начал, а позже гораздо. Ну, вы сейчас и оцените тот ролик, из-за которого я задержался, он уже на стене, о святых Петре и Февроне. Ангела-хранителя. Спасибо Господи, вам, Ангела-хранителя, Божьей помощи, милости Божьей, на предстоящую неделю, седмицу, с вами в освящении Константин Вальцев. Аминь. С Богом, дорогие братья и сестры, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok